всем доброе утро камера морская звук приглушенный так друзья темы не знаю как все не все но многие из нас ждали дождиков вот вроде бы дождались даже какой-то непонятной мне периодичностью выпадает в горах он там тучки облака сочи говорят там небольшие потопы даже были у вас как видите все в пределах разумного лазаревском до лужицы появились естественно так как он очень действительно так громко шум нашел я действительно я правда не выходил на улицу смотреть приблизительно знаю как выглядит дождик в целом так нормальненько попугал народа и все сейчас иду в центр меня отправили за хлебом а потом мы с вами пойдет прогуляемся к морю людей на улице как видите практически нет сегодня все по номерам у меня есть предположение что таша привезла на такой дождик из питера там общего и даже смерч был в районе финского залива ну господин заводченко если я правильно произношу фамилию на канале россия 24 буквально несколько минут назад сказал что сегодня все закончится если я правильно понял то сочи ждет солнышко опять о чем принципе я вам и говорил в том числе ну а пока в горах он там где-то льет тучки ветер уносит в горы что он и год даже можно сейчас смотреть я не знаю надеюсь вам видно прям обратите внимание застыл прям улетает туча со стороны моря куда-то туда в горы на разумками на некоторые без зонтиков то есть сейчас все моментом дождик не идет это я просто под зонтиком потому что с камерой люди или нет меда к по и ценам вот такой вот утра даже слегка напоминает осень пионеры дочку а мы с вами пойдем все равно в море свое отучились всем доброе утро продолжение будет напоминаю все вопросы пожелания предложения на цен канале слушайте еще ветер поднялся там я стараюсь отвечать всем пока ой не пока перерывчик миссия хлеб выполнена только я вышел на улицу и пошел дождик ну вы можете точнее вы куда поехал куда поехал на красный пофигу всем абсолютно дождик усиливается там вообще сплошняком гномиков все больше и больше в лазовском хотя преимущественно гномики сейчас находятся в морках или где они там живут в домика своих маленьких сотрудников видите я не знаю какая компания по уборке мусора видите дождь прямо тело работает не взбирая ни на что кстати этот мужчина в свое время работал на основе Толорас при нем было все намного намного чище вот реально урны убирались намного чаще фонтанчик под водой а я иду к морю несколько капелька попадет на какой-нибудь точнее не на какой-нибудь а на объектив Рафик не виноват я сегодня в зонтике модный плаще я сегодня тоже гномик но гномик такой хороший модный теле не спасибо за плащик очень даже пригодился напоминаю всем без паники есть вероятность того что сегодня после обеда уже будет хорошо и солнечно посмотрим проверим я ничего не гарантирую я на 100% не уверен но товарищи из библиотеки центра намекали что всегда крайний денек с такой вот дождевой погодой с такой вот дождевой погодой людей крайне мало вероятность того что я буду загружать ролик очень долго крайне велика как понимаете все сейчас будут дома все сейчас будут в интернете литировка дождик усиливается еще сильнее это что-то нужно что-ли упало или что-ли не знаю какие-то непонятные пакеты или что-то свои пакеты оставил идемте дальше у нас всепогодный блок только падки слетают уже солнце мокрое а че, джон держи просто под навесом по идее не должно смыть кто-то пытается достаться лифта ага, да ладно тут надо как минимум получить инвалидность причем такой заметный чтобы оператор тебя приметил движение сейчас в основном со стороны Сочи небо полностью затянуто с точками и облаками в общем какая-то непонятная серая масса люди пионеры в школу пойти надо хочешь не хочешь никто не продает клубничку никаких себе музыкальных произведений которым мы так привыкли за лето даже классно не так и с нахерой только бычков много-много на улице валяются вот там пионер а вот место с кучей-кучей бычков я понимаю нету урна я понимаю нету урна то есть нету урну кидайте сюда пускай будет грязно по улице паула так в прошлый раз я как зашел через парк да но в этот раз пойду по улице паула большая лужа на зёбре я бы сказал огромная с погружением капки стали спользить ещё больше тем не менее столовая работает всё-всё-всё на рыбке, чечкало столовые вас ждут голодными даже в дождь не останетесь по-любому некоторые торговые лавочки их правда поменьше вон там манны лавады можно сотрудники кухонь повыходили на улицу в ожидании клиентов осень ну в принципе по факту всё равно осень же виногур виногурточная бутырка тодус шансон песняры Игорь Маменко Золотой Рунос Игорь Славь Ещенко и Сергей Любавин ну в принципе все до более знакомые личности практически те кто всегда к нам приезжают Дети Голос вот это было уже выгля улица Павлова я на 200% уверен что покажу вам её ещё в солнечных лучах с большим количеством народа но пока-то как-то так пока вот так пока вот так ряд лавочек всё-таки работает вон даже шуба работает но я не пойду но я не пойду сегодня на сутр и обзоры так длинные поэтому пойдём прямо к Сочи ой к Сочи к морю господи до Сочи я с не дойду и не так давно набрал на один сайт там где рассказывают люди приезжающие в том числе в Лазовске в Лазовске в Лазовске о том как их обманывали обманы состоялись в 2023 году ребят я просто офигел сколько там сообщений от обиженных ну реально обманных обиженных людей не знаю есть мысль орешник положил развить эту тему если вам это будет интересно теоретически можно но просто надо так деликатно это сделать потому что информация о мной лично не проверена а то ли она мной лично не проверена знаете тоже мне хочется как-то нести кого-то в заблуждение и кого-то оклеветать вот надо будет подумать тут труселя продаются купальники тоже по улице Павла прямо здесь по брусчатке течет маленький ручеек ну маленький потому что не такой сильный дождик будет сильный дождик будет сильный ручеек но хотели как стоят дела с поисками жду ваших комментариев что там как там нашли а не нашли вижу активные попытки Натальи разыскать скажем так были близкие версии но не все больше не скажу пока рано подсказки делать пока мы приближаемся к морю сегодня она немножечко взволнована если вчера народ купался я знаю точно сто процентов да и в комментариях тоже читал Таша тоже написала что вот мы приехали мы купаемся море теплое нам все пофигу ну я имею на дождик то сегодня посмотрим какое у меня там состояние воды штармить а не штармить можно купаться или нет ну чем ближе мы с вами к морю тем мне кажется ярче становится солнце пытается пробиться ветер разгоняет точки облачка и возможно вероятнее всего во второй половине дня будет все хорошо но я пока это предполагаю я это не утверждаю это так гидромицентр немножечко намекал на эту тему что и все будет хорошо ну набережные пусто людей практически никого нет все нормальные сидят в номерах только блогеры и самые храбрые гуляют по берегу моря вот вот и оно ну что вам сказать в принципе при желании можно плавать я бы вот так сказать при диком желании поплавать можно воздух с моря идет очень-очень теплый такое море теплое знаете я обычно вичи оооо когда осенью там ноябре говорит что как будто бы оно дышит каким-то теплым воздухом но сейчас так же кое-где пытается пробиться солнцем вы видите там 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 вон народ в той половине ходит хотя бы немножко в нашей половине пока не вижу камера морская поэтому звук будет наверняка плохой дождя вроде нету чего зонтиком хожу если бы был ожидался большой шторм сотрудники пляжа убрали бы все эти зонтики все было бы тут подготовлено но сейчас как видите все на месте поэтому ничего такого глобального не ожидается штормов не будет временно на пляж вышли чайки похозяйничать жирные такие где-то их подкармливают на качельках наверное не захочется вам качаться сейчас вот они эти чайки с листиком людей на пляже практически нет но я бы сказал в процентном соотношении очень большое количество блогеров в процентном соотношении катамараны заплыли поглубже на берег и начинается опять дождик мне кажется поэтому я все таки открою зонтик вот вот есть признаки того что ночью был достаточно сильный штурвание вон один мужик купался в лапках выходит вот он признак того что был хороший дождик сегодня ночью это это ливневки из центра спорта оттуда видите как вы мало какой-то красный купон от чего-то я не знаю от чего написано написано дельта вряд ли это дельта план коллега на дырчике ветер достаточно сильный все желающие спрятались под навесом я попозже покажу потому что прячу камеру от ветра как я уже сказал один купающийся все таки был вот там вот народ гуляет все пойду в дом точно в дом где погружу здесь вот люди прячутся по дождикам никакой информации о температуре воды воздуха сегодня не написано не прописано пока я прогулялся вот к улице товараш уже пошел дождик опять сегодня я остался без подарков как жить я не знаю я уже привык шучу вот такая вот улица товараш не скажешь да все буквально вчера позавчера толпы прям на воду гуляли очень-очень даже много идей было они сейчас все по домам в отелях сидят и вечер на уника когда распородится подуть гулять а может раньше кто его знает пока дождик пока вот так видите в ряде до младения уже подготовлены шланги для откачки воды вдруг вдруг сильный дождь такое тоже может быть ну пока не работают и слава богу пока очень легкий легкий ручеек ну как легкий блин стапки утонули сразу ну что пункт и не получился достаточно длинный дальше вы уже все и так знаете всем до свидания всем пока привет из ладжийского сегодня как-то так напоминаю отвечаю на дзене вот это так спасибо